Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше». Программа действий Американские евреи предпочитают пребывать в плену сладких мифов, не желая смотреть в лицо надвигающимся опасностям. А тем не менее, их мечта свить себе безопасное гнездышко в этой стране сегодня ничуть не ближе к осуществлению, чем полвека назад. Несмотря на все достижения американского еврейства в экономической и социальной областях, оно не избавилось от угрозы антисемитизма. По-прежнему среди евреев есть бедняки и безработные. По-прежнему еврей в Америке сталкивается с проявлениями дискриминации. Более того, возникла новая опасность, может быть, самая страшная опасность, угрожающая самому существованию еврейского народа в Америке, ассимиляция, утрата еврейской молодежью своего национального самосознания. Еврейский истеблишмент оказался бессилен разрешить эти проблемы. Оказалось, что в «золотой Америке» евреи столкнулись с большими сложностями. И в этой обстановке неопределенности и поисков смысла жизни мы нуждаемся в реальной программе действий, которые обеспечат духовное и физическое существование еврейства в этой стране. Первым шагом на пути к спасению должно быть возрождение в еврее, его еврейской души. Еврей должен чувствовать гордость за свой народ, должен обладать чувством собственного достоинства. Наша задача – объяснить еврею, что такое Агадар. А поняв это, он поймет и чрезвычайную важность Агават Исраэль, чувство любви к своему народу в целом и к каждому еврею в отдельности, чувство, которое требует от человека готовности к самопожертвованию. Агадар и Агават Исраэль – вот две необходимые ступени на пути нашего возрождения. А процесс возрождения мы должны начать с четкой программой действий, в основе которых лежит убеждение в том, что еврейский народ должен обладать силой, духовной и физической. Утратив чувство гордости за свой народ, не имея четкого национального самосознания, еврей не только тонет в волнах ассимиляции, но и оказывается совершенно безоружным в неизбежных столкновениях с антисемитизмом. Самообман и фальшивый оптимизм относительно того, что евреям удается якобы успешно интегрироваться в нееврейском обществе, мешает нам заметить надвигающуюся опасность, нежелание признать, что у евреев есть общее, общее еврейские интересы, приводит к тому, что притупляется и ощущение опасности, грозящей всему еврейскому обществу. Только возвращение к законам еврейской жизни, к нормам еврейской морали, позволит нам объединиться, чтобы достойно встретить любую опасность. Только полное возвращение к иудаизму спасет нас от духовной и физической деградации. Субтитры создавал DimaTorzok